Привет! Сегодня мы поговорим о том, как избавиться от слизи, особенно в носовых пазухах. На внутренней поверхности пазух есть особый слой, так называемая слизистая оболочка. Она очень чувствительна к раздражающим воздействиям и аллергенам. Тут вопрос в том, есть ли у вас аллергия, или нос заложен постоянно, круглый год. Аллергия может быть на пищу или на окружающую среду, если дело в среде, вы это поймёте. Если в пище, каждый раз, когда вы пьёте молоко, едите зерновые, нос будет заложен, или сахар, тогда нужно избегать этих продуктов. В слизистой оболочке имеются так называемые бокаловидные клетки. Именно они производят слизь, им необходим витамин А. Так что, если бы лично я столкнулся с этой проблемой, я бы позаботился о том, чтобы получать с едой достаточно витамина А. Среди симптомов дефицита витамина А — ночная слепота, то есть человек не видит в темноте. Это один симптом. Ещё много проблем с кожей. Основная роль витамина А, кстати, его активная форма называется ретинол. Вегетарианцы получают мало витамина в активной форме, у них он усваивается только на 4%. Витамин А есть в масле из печени трески, в сливочном масле, но опять же, у вас может быть аллергия на молочку. Витамин А есть во многих животных продуктах, потому что он жирорастворимый. Вот моя рекомендация. Если нужен хороший источник витамина А, покупайте высококачественное масло из печени трески. Это лучший источник. Его хорошо принимать зимой для иммунитета, чтобы бороться с простудой. Это просто отличный вариант. И, кстати, витамин А есть в сливочном масле от коров на травяном откорме. Но вот что я выяснил. Если вы принимаете витамин А, но он не действует, причина может быть в том, что желчный пузырь его не переваривает из-за нехватки желчи, помогающей его усваивать. Так что нужно убедиться, что в организме, если удален желчный пузырь, если раздувает после еды, если у вас запор, боль в правом плече, это все симптомы нехватки желчи. Тогда нужно принимать желчь, чтобы витамин усваивался. Вам, может, не нужно больше витамина А, а нужны желчные соли, чтобы усваивать его. Если вы не слышали о желчи, перейдите по ссылке под видео. О двух причинах я рассказал. Есть еще одна. В носовых пазухах может существовать так называемая микробная биопленка. Что это такое? Можно сказать, что это группа микробов, живущих вместе в носовых пазухах. Они производят всевозможную слизь и подобные выделения. Эти пленки есть у многих людей. Если это ваш случай, принимайте один фермент, называется серапептаза. Принимайте по 200 тысяч единиц. И только на пустой желудок. И это, пожалуй, самый сильный фермент, который можно найти. Попав в организм, он начинает его очищать, разжижать лишнюю слизь и выводить ее из носовых пазух и других мест. Он очень полезен для легких. Это одно из лучших известных мне средств от проблем с носовыми пазухами и от апноэ во сне. Надеюсь, вам пригодится моя информация. И оставляйте комментарии. Большое спасибо за просмотр. Пожалуйста, подпишитесь на канал. И до скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok